Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видео авторынок. Если вы до сих пор еще на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезной и интересной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют вакансии или автомобили в наличии, все это смотрите по ссылочкам. Они в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора – седан не менее популярный, чем 40-ая Camry. Кстати, в свое время эти автомобили были прямыми конкурентами, во всяком случае, на российском рынке. Этот автомобиль продавался большими тиражами, снискал немалую популярность и в том числе на вторичном рынке. Люди ищут такие автомобили до сих пор, но, к сожалению, найти живой экземпляр с каждым ушедшим годом становится все сложнее. Сложнее в том, за что любили Honda Accord восьмого поколения и о том, какие плюсы и минусы она в себе несет, в нашем сегодняшнем обзоре. Восьмое поколение Honda Accord в кузове C-U появилось в 2008 году. Этот автомобиль простоял на конвейере всего 5 лет, по 2013-й. В 2011 году машина прошла через рестайлинг, который выразился в слегка видоизмененном оформлении передней части, а также корректировке мощности мотора объемом 2,4 до налогово выгодных 200 лошадиных сил. Большинство восьмых аккордов на российской вторичке – это седаны, но встречались автомобили и с кузовом «Универсал», в основном импортированные либо из Европы, либо из Японии, соответственно, с правым рулем. Гамма двигателей здесь весьма ограничена 2, либо 2,4 литра. Оба мотора бензиновые. Двухлитровый агрегат выдавал 156 лошадиных сил, а мотор 2,4 – 201 до рестайлинга, либо 200 ровно на рестайлинговых автомобилях. Коробки передач – шестиступенчатая механическая, либо пятиступенчатый автомат. А по типу привода все официальные восьмые аккорды были только переднеприводными. Наш сегодняшний экземпляр – это 2008 год выпуска. Мотор 2,4 – 201 лошадиная сила, автомат и 242 тысячи родного пробега. Комплектация Type-S. Внешние габаритные размеры этого автомобиля отнюдь не маленькие. Длина кузова здесь 4,72 м, ширина 1,84 м, высота 1,44 м. А колесная база 2,70 м. Снаряженная масса 1607 кг, максимально разрешенная 2,30 тонны. Что касается толщины заводского лакокрасочного покрытия, то аккорд восьмого поколения окрашен стандартным и весьма нетолстым слоем. Разброс показаний толщиномера для родной краски у этих автомобилей будет лежать в диапазоне от 80 до 100 – 115 микрон. Правда, шансы встретить на вторичном рынке в настоящее время восьмой аккорд полностью заводской краски практически нулевые. Даже автомобили с одним-двумя окрашенными элементами – это большая редкость. Их точно не будет ни внизу, ни в средине рынка. Есть у этой модели и характерные проблемные места по кузову в плане коррозии, как ни странно, но к ним относится рамка лобового стекла. На очень большом проценте таких автомобилей, которые эксплуатировались в регионах, где зимой в ходу реагенты, вы сможете обнаружить либо начинающуюся, либо уже довольно серьезную коррозию в районе уплотнителя лобового стекла. Ну а в случае, если лобовое придется менять, ржавчина под ним будет практически гарантирована. Так что, если вы до этой процедуры дошли, не поленитесь обработать, если там еще есть что спасать. Также, если вы смотрите автомобиль в комплектации «Экзекутив», которые оснащаются люком, обратите внимание на отсутствие коррозии в рамке самого люка. Это тоже весьма нередкое место, где она локализуется. Само собой, разумеется, не лишний будет осматривать на таких автомобилях низы дверей, пороги и задние арки. Все это потенциальные аккумуляторы проблем с ржавчиной. Также одно время владельцы аккордов, которые оставляли свои автомобили на парковке у дома, то есть на неохраняемой стоянке, могли обнаружить, вернувшись к машине с утра, отсутствие боковых молдингов лобового стекла. Они здесь достаточно легко снимаются и по какой-то причине пользовались весьма серьезной популярностью у воришек. Обзор автомобиля внутри начнем по традиции с багажника. Хоть это и седан, но такие автомобили нередко приобретаются в качестве единственной машины. Соответственно, какие-то хозяйственные функции на него нет-нет возлагаются. Доступ в багажник восьмого аккорда можно получить, открыв его либо при помощи кнопки на крышке, либо при помощи клавиши на дверной карте со стороны водителя, либо при помощи клавиши на самом ключе. Крышка довольно увесистая, благодаря наличию здесь спойлера. А проем достаточно широкий для седана. 101 сантиметр по его наиболее широкой верхней части. Высоту багажника аккорда это что-то около 50 сантиметров. Ширина здесь очень неоднородная. Задняя более широкая часть это 138 сантиметров. А вот в передней части расстояние поменьше всего 90. При этом багажник довольно глубокий. Здесь 112 сантиметров по полу. Производитель предусмотрел также возможность сложить спинки заднего сидения, если вам надо перевести какой-то длинный груз. Конечно, вы не просунете шкаф в образовавшееся пространство, но если груз просто длинный и не слишком габаритный, то вы можете рассчитывать на длину до метра 95 в зависимости от положения переднего кресла. Что касается дополнительных удобств по багажнику, как и у большинства седанов, аккорду здесь похвастаться нечем. Впрочем, для автомобилей с таким типом кузова это более или менее стандартная ситуация. Единственное, что под фальшполом у нас располагается запасное колесо в формате докатки и набор штатного инструмента в пенопластовой емкости. Ну а теперь про салон восьмого аккорда. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, это хороший профиль кресел. Спинка здесь имеет очень ярко выраженную боковую поддержку, и сидение действительно отлично фиксирует корпус в поворотах. При этом подушка сидения практически плоская, но при нормальной регулировке бедро в воздухе не висит. Зазора между креслом и ногой нет. Комбинация приборов после предыдущего седьмого поколения теперь представляет собой четыре колодца. Спидометр и тахометр стали равноправными. Она симпатично выглядит и после некоторой привычки оказывается довольно удобно в использовании. Никаких цифровых дисплеев, по большому счету, здесь нет. Индикатор выбранного режима трансмиссии, да, цифровой одометр. Что касается посадки за рулем, при росте 1,86 м, мне удалось устроиться здесь удобно и сделать это быстро. Регулировки сидения в данном случае механические, поскольку речь идет про Type-S, если бы это был максимальный экзекутив, был бы электропривод. При отодвинутом максимально назад кресле спокойно выпрямляется в колене левая нога, и при этом можно, натянув носок, потрогать моторный щит. Рулевая колонка также имеет механическую регулировку как по наклону, так и по вылету, причем в нормальном диапазоне. Так что с подстройкой рабочего места водителя ни у кого здесь не должно возникнуть никаких вопросов. Интерьер восьмого аккорда, на первый взгляд, может показаться перегруженным клавишами, но это не совсем верное впечатление. С левой стороны у нас блок стеклоподъемников, все четыре стекла автоматические для японских автомобилей того времени. Это не вполне стандартная ситуация. Выше на дверной карте у нас регулировка боковых зеркал, складывание. Выше по дверной карте располагается блок управления боковыми зеркалами, регулировка складывания. Слева от руля омыватель фар и кнопка включения-выключения системы стабилизации. Подрулевые переключатели здесь на своих местах, они довольно-таки жестко срабатывают, но тянуться к ним не приходится. Все на своем месте. Стандартные японские переключатели. На левой стороне рулевого колеса мелкие клавиши управления магнитолой, смена треков, каналов и источника воспроизведения. Справа круиз-контроль и клавиши, позволяющие листать меню бортового компьютера, а также обнулять одометр. С тыльной стороны руля расположены лепестки для переключения передач автомата в ручном режиме. Основная часть центральной консоли занята управлением магнитолой. Здесь шестидисковый CD-чейнджер. Ниже располагается большой джойстик для управления навигацией внутри меню мультимедиа. Клавиша аварийной сигнализации удобно расположена. Поблагодарить кого-то аварийка здесь не составит проблемы. Климат-контроль у этих автомобилей двузонный. Индикация работы системы отображается на монохромном дисплее наверху панели. А управление осуществляется при помощи довольно удобных качающихся тумблеров. Это что касается управления температурой. Большая клавиша-качалка управляет скоростью вращения вентилятора. Ну а все остальное плюс-минус тактильно различимо. Клавиши крупные, пользоваться удобно. По хондовской традиции на клавише подогрева заднего стекла висит также и включение подогрева боковых зеркал. Подогревы сидений, которые в комплектации Type-S на восьмом поколении так и появились по сравнению с предыдущим седьмым, где Type-S был слишком спортивным и слишком пустым. Расположены рядом с селектором коробки передач. Селектор с прямой прорезью. Здесь всего 5 положений. Паркинг, реверс, нейтраль, драйв и S. То есть режим ручного выбора передач. Селектор здесь с прямой прорезью и курком блокировки. Короткие хватки, пользоваться удобно. На этом собственно все. Что касается бардачков, емкости для хранения и подстаканников. Пространство перед дисплеем мы можем считать отдельной полкой. Если бросить сюда нескользящий коврик, можно разместить здесь, например, мобильный телефон. Либо что-то такое плоское, что не будет загораживать обзор. Есть довольно глубокое пространство бардачок. Причем реально глубокое. Туда полностью вмещается кисть руки. Пепельница и прикуриватель прячутся под отдельными крышечками с микролифтами. Два подстаканника, опять же, под крышкой с микролифтом в центральном тоннеле. Внутри центрального бардачка есть большой бокс, где размещены в том числе и дополнительные разъемы AUX, USB и 12-вольтовая дополнительная розетка. Ну а основной бардачок у Honda Accord не глубокий, зато довольно объемный. Бумаги формата А4, конечно, придется здесь сложить вдвое, чтобы они сюда вошли. Но положить что-то крупное, например, в бутылку с напитком, тоже получится. На потолке присутствует футляр для очков. И внизу дверных карт есть кармашки. Но они здесь полностью плоские, предназначены скорее для размещения мелочевки, а не стаканов или чего-то подобного. Что касается обзорности, то у 8-го Accord чисто субъективно с этим похуже, чем было у предыдущего 7-го поколения. Здесь ощутимо ниже крыши. Лобовое стекло благодаря высокой панели кажется очень узким. Линия бокового остекления, конечно, здесь не запредельно высокая. И даже боковые зеркала, маленькие по площади, имеют боковую часть с преломлением. То есть позволяют вам исключить мертвые зоны при маневрировании. Но вот ощущение видимости капота у этого автомобиля ложное. Те ребра, которые вы видите, находясь за рулем при некоторой регулировке кресла по высоте, это далеко не боковая граница автомобиля. От нее до места, где Accord фактически заканчивается, еще сантиметров около 15. Имейте это в виду, если вы еще не привыкли к габаритам машины и ориентируетесь визуально. Что касается обзорности назад, на эти автомобили строго рекомендовано поставить либо парктроник, либо дополнительную камеру заднего вида, возможно, с выводом на центральное зеркало. Поскольку, как и на большинстве современных седанов, багажник у этих автомобилей будет невидимкой. Особенно на версии Executive, если на ней нет спойлера. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается пространства на заднем ряду этого автомобиля, можно констатировать тот факт, что при базе 2,70 ожидали большего. Да, при моем росте 1,86 м, и при посадке сам за собой, я не достаю коленями до спинки переднего сидения. Но, если водитель будет чуть более рослый, сидение отодвинется еще хотя бы на пару сантиметров назад, то контакт коленей с его жесткой тыльной частью будет крайне неприятным. Плюс здесь очень мало пространства по высоте, то есть ступни девать по факту практически некуда. Мой взъем стопы уже контачит с нижней стороной кресла. Необычное ощущение и от хорошо профилированной спинки заднего дивана. Нечто подобное можно было испытать в старых BMW, например, Е39. Так что спина заднего пассажира плюс-минус зафиксирована от перемещения в поворотах. Подушка чуть более плоская, хотя все-таки отформована она четко под двух седоков. Третьему здесь будет не слишком удобно ввиду высокого тоннеля на полу и малого запаса пространства в плане длины. У задних пассажиров есть откидной подлокотник с двумя подстаканниками, собственный плафон освещения посредине наверху и подлокотники на дверных картах. Кстати говоря, в этом автомобиле они мягкие и обтянуты кожей. В целом отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении восьмого аккорда будет удобно либо людям ростом поменьше, либо в случае, если водитель и передний пассажир также слегка потеснятся и оставят вам здесь пространство по длине. Места над головой при этом достаточно. Что касается моторов под капотом аккорда восьмой генерации. В нашем случае здесь максимальный мотор это К24Z3. Объем 2,4 литра, мощность 201 лошадиная сила. С этим двигателем аккорд на автомате разгоняется до 100 км в час за 9,7 секунды с максимальной скоростью 227. Цифры по нынешним меркам никого не удивят, но на момент дебюта этой модели было неплохо. Кстати, с механической коробкой аккорд с мотором 2,4 разгоняется до сотни уже за 7,9. Правда, при условии, что вы четко будете попадать в обороты. К24Z3 имеет степень сжатия 11 и верховые распредвалы. Коих здесь два. Привод ГРМ у него цепной, а гидрокомпенсаторов нет. Зазоры должны выставляться раз в 40 тысяч километров. Либо по симптоматике. По сравнению с конкурентами, где нужны либо шайбы, либо тарированные толкатели, здесь все это выполняется инструментом. И попроще, чем у конкурентов. Впрыск топлива у этих моторов самый обычный распределенный. Конфигурация 4 цилиндра в ряд. Алюминиевый блок. И, соответственно, нелюбовь подобного двигателя к перегреву. Так что за системой охлаждения нужно посматривать. Радиаторы содержать в чистоте, а термостаты в исправности. В том, что касается ресурса, К24Z3 может демонстрировать очень неплохие показатели. Свыше 300 тысяч километров пробега. Однако он очень критично относится, во-первых, к качеству топлива, а во-вторых, к качеству заливаемого сюда масла и интервалам его замены. При осмотре поддержанного экземпляра, в первую очередь, не поленитесь открутить маслозаливную горловину, посветите внутрь фонариком и оцените степень загрязненности агрегата. Если двигатель внутри черный от нагара, от покупки такого варианта лучше отказаться. Практически 100% вероятность того, что масло в таком моторе меняли очень редко. Соответственно, вы вполне можете получить агрегат с залегшими кольцами и бешеным расходом масла на угар, который так и так будет присутствовать здесь после 200 тысяч километров. Вопрос только в степени запущенности проблемы. К дорогим проблемам на К24Z3 относятся также износ распредвалов, а к менее критичным треск фазовращателя при запуске и подтеке масла по различным уплотнениям, в том числе по клапану IFTEC и по прокладке клапанной крышки. Кстати, и менять вышедший из строя К24Z3 вам, если что, придется на такую же модификацию. Версии подобного мотора с индексами типа К24А или Z4 с Хонды ЦРВ сюда не подойдут. Во всяком случае, не подойдут, что называется, болтон. Возни будет много, и, скорее всего, подобная экономия себя не оправдает. Так что, на всякий пожарный, если вы все-таки вознамерились купить машину именно с мотором 2.4, промониторьте стоимость контрактных моторов заранее. И не ориентируйтесь на самые дешевые из них. С точки зрения отсутствия головной боли от эксплуатации и ресурса, предпочтительнее двухлитровый мотор. Если вам так нужна динамика, постарайтесь найти Аккорд 2 литра на механической КПП. R20А3 это 156 лошадиных сил и 192 ньютона метра крутящего момента. Этот двигатель также представляет собой рядную четверку с цепным приводом ГРМ и также без гидрокомпенсаторов. И он, можно сказать, беспроблемный. Цепь на R20А отличается огромным ресурсом, практически равным сроку службы самого мотора. А это 350 плюс тысяч километров пробега. Из неприятностей, которые подобный мотор способен подкидывать, часть можно отнести вообще к особенностям. Например, шумная работа в виде цокания клапана-адсорбера, периодически требующий замены натяжитель приводного ремня, а также вибрацию непрогретого двигателя. Если вибрация при прогреве не уходит, то тогда смотрите подушки агрегата. Что касается коробок передач, к шестиступенчатой механике вопросов нет вообще никаких. Максимум, что там вам грозит, это замена сцепления. Естественно, не нужно забывать про замену масла в механической КПП тоже. Интервал замены 50-60 тысяч километров. Что касается классических автоматов, на пять передач, которые здесь ставились, эти коробки также очень выносливы. И, по сути дела, обращать внимание, помимо явных признаков неисправности, таких как пинки и удара при переключении, нужно на отсутствие гула, который могут издавать подшипники валов. В некоторых случаях наступает подобная проблема к пробегам 150-200 тысяч, диагностируется на слух. Главное отделить, если что, шум подшипников коробки от, например, ступичных. В ходе диагностики на сервисе. В большинстве своем подобные автоматы отхаживают около 300 тысяч без ремонта. Далее могут потребоваться процедуры по обслуживанию, либо замене соленоидов в гидроблоке. Интервал замены масла 60 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на восьмой аккорд снизу на подъемнике, продорожный просвет по каталогу. Кстати, это значение для данного автомобиля 150 миллиметров. И все утверждают, что это мало. Вооружимся рулеткой, проверим, так ли это на самом деле. И обнаружим, что до защиты моторного отсека от асфальта здесь вообще всего 11 сантиметров. Поэтому пропускать высокое препятствие наподобие торчащего люка между колес будет очень плохой идеей в данном случае. 16 сантиметров мы можем намерить только под самим передним бампером. И это нужно учитывать при парковке к поребрику. Те же 16 сантиметров и до порога. Вернее, до пластиковых накладок. Но суть не меняется. Клиренс у версии Type-S не будет ниже, чем у Executive, поскольку накладка в данном случае идет вровень с самим порогом. Задняя часть машины чуть повыше. Здесь 17 сантиметров. Ну а до заднего бампера 22. Минусуйте еще 2 сантиметра, который здесь съест банка глушителя. Слева и справа. Поэтому Honda Accord 8-й генерации это по большому счету асфальтовая машина. Поездки на дачу по сильно пересеченной местности явно не ее стихия. Что касается ходовой части этого автомобиля, которая хоть и заточена под управляемость, но оказалась в итоге мягче, чем ходовка предыдущего аккорда 7-го поколения. За что, кстати, 8-й аккорд был и раскритикован в свое время фанатами марки. Она представляет собой довольно сложную конструкцию. По крайней мере, сложнее того, что мы привыкли видеть на большинстве современных машин. Спереди амортизатор и пружина у нас выполнены в виде стойки. Но сама подвеска представляет собой по конструктиву схему на двойных рычагах. Соответственно, и шаровых опор. У вас здесь будет подвес каждой стороны, сверху и снизу. За состоянием всего этого хозяйства нужно смотреть. Но сразу отметим, что помимо компонентов стабилизатора поперечной устойчивости, стойк и втулы, все остальное здесь, сновья в оригинале, жило никак не меньше, чем 120-150 тысяч километров пробега. Это касается и ступичных подшипников тоже. Стабилизатор здесь закреплен на подрамнике, но доступ к его креплениям здесь отличный. Так что для замены втулок подрамник не обязательно снимать. Рулевая рейка 8-го аккорда. Электрическая. Вопросов по ней на самом деле в свое время было достаточно. В некоторых случаях она начинала стучать на пробегах около 60 тысяч километров. Поэтому при осмотре бушного варианта обязательно проверяйте ее на люфт. Если проблема еще не запущена, можно отделаться заменой втулки рейки. В любом случае ее целесообразнее ремонтировать, нежели менять целиком. В задней части автомобиля у нас размещается топливный бак. Сам он пластиковый, его объем 65 литров. Кстати, при осмотре подобного автомобиля обязательно изучите состояние самого днища. Если это получится сделать под слоем незаводского антикора, который зачастую будет уже нанесен. Что касается конструкции задней ходовки у этого автомобиля, то поговорка «любишь рулиться, люби и чиниться» здесь работает на 100%. Ходовка очень сложная по своему устройству, особенно на фоне бюджетных, например, корейских седанов подобного класса. С каждой стороны здесь по 4 рычага, присутствуют шаровые опоры в задней подвеске, но амортизаторы и пружины объединены в общую стойку. Тормоза, само собой разумеется, у этих автомобилей в круг дисковые. Сайлент-блоков сзади много, на их исправность лучше обращать внимание заранее. Не стоит надеяться, что в случае, если вы купите подобную машину с убитой ходовкой, приведение ее в порядок окажется дешевым. Таким мы увидели сегодня автомобиль Honda Accord в кузове C-U. Восьмое поколение модели, европейская спецификация, мотор 2,4, автоматы 242 тысячи родного пробега. Если у вас был или есть восьмой Accord, на котором вы накатали достаточно, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, все это прописывайте в комментариях, чтобы людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, было проще принять решение. Если обзор вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем, ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь, спасибо, что смотрите нас, хорошего вам дня и до новых встреч на канале, пока!